После завершения промой телефонной линии, будя подличена, на гэтый раз до старшини гуманского аппарата конкама вернулись 32 человеки. Нехто выказывал упадяки за остановочие выращения проблем, которые были огучены подчас попередник телефонных линий. Сирот выказанных пропанов проведение доброчинного вечера с продажем автографов злокомитых людей, отременная таким чином сродки, можно накеровать на лечение тяжкохворых детей. Фермер Схонинского района звернулся с просьбой об выделении ему додатковых сельхозугодил. До этого вопроса Владимир Дворник потом звернется еще раз, когда размога подзема потребуется людей, которые ожидают быть на земле с правдными господарами. У якости приклада фермер Михаил Шруб с Житковицкого района, за каким старшином аппарата конкама сустракался на перее до днем. Сегодня у него 3000 гектаров. И еще попросил меня вчера после исполкома, остался, подошел ко мне и говорит, хочу поговорить. Вот мы посидели, еще просит. Поэтому вот они, то лицо тех людей, которые не только с лауцом, а действительно работают, приходят. И у меня такого опыта уже много. Пытание, которое вздымается на прямой телефонной линии, сочинение аппарата конкама в другий раз, организация автобусного маршрута до так званого рабочего поселка в Жлобине, головная проблема – отсутность дороги, работы в этом накерунку ведутся, а на думку местовых жахаров Марудна. Новое доручение Владимира Дворника – выражить проблему до конца наступного тыдня, хоть в уголе в этой выпадах можно отнести до выключений. До ручений старшиня аппарата конкама выражаются в вызначенные им термины. В минулом году старшиня аппарата конкама Владимир Дворник провел 4 промые телефонные линии. У Зягона их поступило 110 звонков. Зараз 41 питание выражено остановчая, еще 13 находятся на контроле. Звычайно, до их относятся огученные проблемы, выражение яких потребует достатково значных финансовых затрат. Гомельчанка Наталья Лавятина у Новый городский микрорайон переехала прикладно 3 годы тому и одразу сутокнулась с проблемой отсутной дороги. Ее контуры были, але проехать, что тут не было никакой махчимости. Дорожники насыпали песок и установили бордюры, які стали неодольные перешкоды для усих видов транспорта. Обещание покласти асфальт люди слухали, а маль два с половой годы, а потом потелефоновали старшине Абру конкама. Я рассказала о своей проблеме. Он мне тут же сказал, что мне перезвонят. Вот мне в тот же день перезвонили и стали заниматься. Приехали, посмотрели, что, как, в каком состоянии. И буквально через, наверное, 10 дней здесь уже работа стала производиться. Только после телефонного сборота до сочинения Абру конкама была выражена и проблема жильцов дома номер 23 у агрогородка Мичуринская. Некольких годов Ирина Яуграфова писала листы у розной инстанции со скаргой на низкую температуру у Кватеры. Особливо в острые. Их этой проблемой стало после нарожения дитяти у нестопаде 2017-го. Каб хлопчик не захворил, семья навык набыла нетанный кондиционер, який працавал круглые сутки. После звонка высветилася. Пытания можно было вырешить усяго за некольких годин. Писали письма мы более трех лет. Только я этим занималась до этого. Соответственно, каждый из своей квартиры пытался дозвониться, дать какую-то заявочку. Но в итоге после звонка, после того, как я дозвонилась, буквально в течение нескольких часов сразу появилось тепло в квартирах. Отпала квартира, проблема отпала вообще моментом. То есть сразу же тепло. Не через день, не через неделю, не через месяц. Промая телефонная линия сочинения Абрауканкама протягивался три годины. После ее завершения Владимир Дворник подводит выники, когда 80% звонков поступило от Жихаров-Гомеля, а это значит, что работе с населенством необходимо надавать больше уваги. Правда, это не только областного центра. Пойти, посмотреть, какие с органами власти поговорили, спросили, какие проблемы, и потихоньку их снимать. И выстраивать перспективу. Ну, а таких каких-то, скажите, глобальных, серьезных вопросов я не вижу. Олег Чентюров, Сергей Лукашук, Евгений Макеенко, телерадио «Компания Гомель».